О сохранении литературного наследия Комикра, интеграции в цифровую среду и перспективах чтения говорили сегодня на научно-практической конференции в Национальной библиотеке. В этом году ей исполняется 180 лет. На обсуждение съехались представители из 16 регионов, а также из Норвегии, Финляндии и Германии. Главное, что планируют подчеркнуть участники опыт развития новой модели охрамознаний. И тут есть чему поучиться у зарубежных коллег. Там столько предложений, настолько это все интересно делается. То есть люди управляют потоком информации. Они предлагают осваивать вот это пространство, предлагают им лифты разные, учат использовать информацию, узнавать где самая полезная и нужная информация. И для нас это сейчас очень важно, потому что мы только еще приступаем к этому процессу, как формировать в наших потребителях, в наших пользователях информационную компетентность. Мы только говорим эти фразы, а они нам предлагают уже некие конкретные действия. Сегодня же на базе библиотеки торжественно открыли музей книжности Комик Рай. На нем представлены уникальные литературные издания, собиравшиеся на протяжении нескольких десятков лет. Проект разработан под патронажем государственной библиотеки в Москве. Именно она занимается объединением всего книжного национального наследия страны. Крайне символично, что в такую историческую дату, как сегодня, в день 180-летия, это немалый возраст для национальной библиотеки, открывается музей, фонды которых составляют фонды 17-20 веков. Я была приятно удивлена вот этим музеем, этим помещением. Все очень достойно, очень функционально. И я думаю, что, ну, я бываю во многих регионах России и СНГ, это очень достойный и выдержанный по всем классическим нормам, я считаю, что музей изучения национальной книжной памяти. Один из экспонатов выставки – первое типографское издание текста на коме языке. Это Евангелие от Матфея.